Там просто, допустим, в печати стоят СССР 70-х годов, не вскрывать 100 лет. А кто сейчас там в ДНР, ЛНР контролирует? Какие-то группировки, да, все это? Если дорожает цветмет, допустим, если вот какая-то страна выкупает цветмет срочно, значит, буквально через полгода будет война. Не обеспечат беспрепятственный проезд до Одессы, или я должен раздербанить ее на 10 кусочков, и на каждом посту там по 40-50 долларов платить, где меня остановят, или как? Металл возят очень страшный, в прямом смысле этого слова. Оттуда кого-то убили, кого-то посадили, но они просто были чистые, как криминалитет. Друзья, привет, новый выпуск Люди Про. Сегодня говорим о теневом рынке металла, металлолома, точнее, как он устроен в России и в Украине, сколько на этом зарабатывается, какая объективная реальная цена металла, сколько людей уже за это полегло. И я расскажу свою историю, как я в детстве сдавал металлолом, где его добывал и так далее. И напоминаю, что спонсор сегодняшнего выпуска, битпапа, криптообмен, очень быстро, в том числе и в Телеграме. А если вы трейдер, то можете залетать и зарабатывать на комиссии, на обмене крипты между частными пользователями. Все ссылки в описании. Привет, наш дорогой гость. Значит, сразу скажу оговорочку, что легального рынка металла не бывает. То есть, это единственный бизнес теневой, который остался в офлайне и который рассчитывается абсолютно за нал всегда. То есть, здесь нет в онлайне каких-то расчетов, нет криптовалют. То есть, это абсолютно физический бизнес. И какие бы лицензии, кто не покупал, он остается всегда теневым, то есть, нелегальным. То есть, без полицейской поддержки вообще не существует рынка металлолома. Вообще, в принципе. Сейчас объясню, почему вкратце, и потом дальше пойду как бы постепенно. Смотрите, значит, если брать лицензию как в Украине, так и в России, ну, в России есть там, допустим, лицензионные, маленькие там, допустим, ну, по меркам, да, маленькие при заводах приемки, которые являются как бы абсолютно типа белыми, ну, при металлургических комбинатах, да. Значит, они, по сути, не зарабатывают практически ничего. То есть, потому что им везут бытовуху. Ну, то есть, люди просто там коляски, кастрюли и все остальное. То есть, это не является вообще прибылью. Это как бы, не знаю, ну, просто такое, лишь бы чем заниматься. Значит, 90% как бы это то, что люди выносят нелегальное. То есть, это воровка металла. То есть, если любой полицейский к вам придет и спросит, где вы взяли эту железяку, то есть, ну, надо как-то ответить. Если у вас есть лицензия, если у вас как бы есть все как бы чисто-бело, вы не сможете ответить, потому что она ворованная. Я думаю, вы не раз слышали про майнинги, даже, может быть, сами что-то пытались майнить на своих видеокартах. Однако, самый большой куш в майнинге можно сорвать, если майнить в пулах, когда много пользователей с небольшими мощностями объединяются и таким образом быстрее находят выигрышный блок, получая вознаграждение в виде биткоина, эфира, BCH, LTC и из других блокчейнов. И сегодня я хочу вам порекомендовать действительно толковый и надежный пул, я даже знаю, основателей и директоров, заслуженного мирового лидера в области облачного майнинга via BTC.com. Более миллиона пользователей по всему миру, 130 стран присутствия, куча серверов, низкий пинг, высокие стандарты безопасности, многоуровневый контроль, круглосуточная доступность сети майнинга и более миллиарда долларов общего дохода от майнинговых операций. Да, еще лучшие условия выплаты вознаграждения, расчеты PPS+, PPLNS, SESOLO и минимальная доля блоков сирот, если вам, конечно, это о чем-то говорит. Via BTC, кстати, существует уже более 5 лет, и я думаю, это достаточный срок, чтобы доказать свою надежность и популярность. Также у Via BTC есть удобное мобильное приложение, а на их официальном YouTube-канале прямо сейчас проходит конкурс, где вы можете привести 20 пользователей и получить 50 USDT. Залетайте via BTC, используйте возможности их майнинг-пула, а также подписывайтесь на их каналы в YouTube и Telegram, и выигрывайте 50 долларов. Все ссылки в описании. Сейчас я объясню для начала, я думаю, что по порядку, сколько зарабатывают приемщики, сколько зарабатывает сам хозяин приемки, какая структура его цветной и черный металл, и объясню, где он берется, этот металл, то есть, ну, откуда берется такое количество металла, куда его вывозят, этот весь металл. Ну, естественно, объясню, кто сколько зарабатывает на этом металле. Значит, берем приемщика для начала, я думаю, что это многих интересует, что приемщики – это такие бедные люди, которые постоянно на работе, постоянно как бы трудятся. Значит, приемщик зарабатывает на том, ни на весе ни в коем случае, ни на каких-то там махинациях с весом или что-то еще. Он зарабатывает исключительно на том, что ему привозят интересный металл, допустим, цветной, и он знает сразу, куда его продать. То есть, он, по сути, не попадает на фирму. Только его привезли, тут же поступает звонок в другое место, там, где купят дороже, это литейки, это разные цеха. Ну, это если говорить о легальном, скажем так, сбытии. Есть более интересные способы, которые просто вывозятся за границу, весь цветняк и все остальное. На этом приемщики зарабатывают больше всего. Есть более мелкие приемки, и как бы, ну, у них заработок просто на том, что люди привозят, допустим, ну, машину пригнали на металлолом какую-то старую, да, она посчиталась как чермет по 20 центов, отминусовался салон, резина, стекло, естественно, это все отминусовывается, и остается как бы чермет. Но в ней есть алюминий, в ней есть медь, как бы, естественно, никто это не считает. Ну, двигатель, например, алюминиевый, я помню, в зоне сидел, там у нас был этот цех, разбирали эти, знаешь, ну, металл там, кабели всякие привозили, там они, может, 200 лет там в земле уже пролежали, всякие медные и прочее. И двигатели часто привозили, и я встречал чуваков там, этих работяг на промке, которые одной головкой, по сути, да, и одним ключом этот двигатель разбирали за полдня вообще на составляющие. Там коленвал металлический отдельно, весь цветмет отдельно. И я просто не знаю, сколько, если честно, сколько в машине, вот рядовой, не знаю, возьмем какой-нибудь там Митсубиси седан, да, я просто не представляю, сколько там цветного металла. Ты не знаешь это? Если, грубо говоря, в среднем 50-70 килограмм цветного металла можно достать с машины, то есть это алюминий. Вот обычный Запорожец, допустим, у него магниевый двигатель, магний это очень ценный металл. Ну, взрывпакеты можно делать, мы в детстве с них взрывпакеты делали, взрывали. Да, за границей на дорогие суперкары ставят двигатели из магния, там запчасти из магния есть. Вот, то есть и на Запорожцах, то есть Запорожец пригоняет, грубо говоря, там за 50 долларов, а у него один двигатель стоит 100 долларов. Ну, примерно такая вот разница, чтобы как бы было понимание. А также обычный Аббан, огромные деньги зарабатывает на пивной банке, банке с под Кока-Колой, алюминиевой. То есть на любой приемке ее возьмут как обычный чермет. То есть не как алюминий, а именно как чермет, так как всем рассказывают, что она сгорает, она как бы плавится, то есть она на самом деле тут же приемщик ее перебирает, это пищевой алюминий. Есть два вида алюминия, есть моторный алюминий, это тот, который в двигателе, запчасти, это моторный алюминий, он более дешевый. И есть высокий алюминий пищевой, это провода, ну, то есть электрика полностью вся. И, естественно, как бы пищевая, то есть банка, все это как бы тут же совершенно другая цена. А если, допустим, чермет стоит 20 копеек, то алюминий стоит уже 2 доллара. То есть разница огромная. Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, FIO или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема, глаз бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяют. Ссылка в описании. А какие сейчас актуальные цены? Вот я в детстве, когда сдавал медь, и даже у меня был курьезный случай, мы с дедом из леса на лошади или на велосипеде, не помню, тащили, нашли огромный этот от трактора радиатор, да, латунный. И мы привезли эту латунь сдавать, а нам там в Минске на приемке, ну я малой был, у меня вообще лет 12, наверное, 11 было. И нам говорят, типа, латунь нифига, и мне так обидно было, мы через весь лес тащили этот радиатор огромный, а его вообще не приняли. Но вот алюминию у нас тогда в Минске не принимали, в основном медь принимали, и по 2 доллара это было. Но тогдашние 2 доллара в 90-е, да, это как сейчас, не знаю, долларов 6, наверное, по покупательской способности. А сейчас какие цены актуальны, и что принимают? Значит, принимают в основном самые ходовые металлы. Бронза, алюминий, медь, латунь, это то есть самые ходовые металлы. Если говорить о редко таких металлах, там никель, титаны, там разные сплавы, это узко специализированные люди занимаются этим. Они напрямую идут на переплавильные цеха, на такой вот, это очень маленький рынок, то есть там он буквально 2-3% этим занимается. Они должны хорошо знать, какой металл, потому что обман может быть постоянно. То есть, допустим, отличить никель от нержавейки незнающему человеку очень сложно. То есть, вообще практически. Допустим, если взять тот же чугун и обычный чермет, чугунные ванны и чермет, для обычного человека это один и тот же металл. Значит, просто, допустим, на приемки принимается это все как чермет, чугун, как правило, идет на перепродажу на 30-40% дороже, чем обычный чермет. То есть, если взять ванну из, грубо говоря, чермета или ванну из чугуна советскую, то она будет 30-40% дороже при перепродаже дальше. То есть, это вот такая структура. На самом деле, если обратиться к самим хозяевам, допустим, приемок, то структура такова. Черный металл – это всего лишь где-то 20% прибыли именно металлоприемок. То есть, как у нас круга говорится, это на ручки, терке и бензин. То есть, черметом не занимаются, как бы серьезные люди черметом не занимаются. Основная прибыль идет с меди, там накрутка идет 300% иногда, 400% бывает. Все зависит от ее чистоты. То есть, есть, опять же, медь высокая, то есть, это высокого качества. Естественно, это Советский Союз, как правило, до 70-х годов изготавливал такую медь. Значит, если говорить, допустим, о прибыли на чермети, то прибыль на чермети там хорошо, если она будет там, если у нас она сейчас по 20 центов за килограмм, черный металл. Если получится навернуть еще 25 центов на килограмме, это можно считать, как бы, ну, просто шикарно. То есть, чермета сейчас очень много. Чуть дальше объясню, откуда он весь берется в таких количествах. Это тоже довольно интересно. Для простого обывателя непонятно, допустим, откуда постоянно едут машины с черметом. И, кстати, хочу сказать, что металлолом – это исключительно региональный бизнес. То есть, теневой и абсолютно региональный. То есть, чем ближе к столице, тем меньше, как бы, накрутка на самом металле. То есть, все знают, что в столице есть там литейные комбинаты, есть, как бы, крупный завод, в принципе, в своем получает металл, как правило, уже обработанный, уже чистый. Но вместе с тем, если в структуре России и Украины посмотреть, то Россия где-то, внутренний металл, который собирает, я имею в виду чермет, она получает где-то процентов, наверное, 15-20. Остальное – это экспорт Китай. Китай, Индия – они, как бы, самые большие покупатели. Если говорить по Украине, то это Приднестровье. То есть, это такая дырка в границе, которая, в принципе, в своем, ну, все знают, что Приднестровье заберет все. То есть, возможно, в Украине остается порядка, там, 10% своего металла, который собирается. И все остальные едут туда. Ну, вот в Беларуси, например, да, вот как устроено, например, откуда этот чермет. Просто я жил там, ну, и в зоне-то видел, и жил там в том поселке, где эти государственные заводы. Белфтор-чермет и Белфтор-цветмет они были. Вот там, например, ну, чермета много всякого, колхозы везут. У них какая-то ломаная техника, брошенная, трактора, комбайны, жадки всякие. Его немерено, этого металла, и они просто на этот государственный Белфтор-чермет везут, например. А там уже либо под пресса сразу пускаются, либо что чаще, например, вот в зоны отправляются, где низкоквалифицированная рабочая сила, очень дешевая, ну, практически дармовая. И там просто уже это конкретно сортируется, и обратно на Фтор-чермет забирает там машину отдельно цветного металла, машину черного, а остальное там что-то, ну, пластики всякие, резины, шины, как ты говоришь, она утилизируется. Ну, вот примерно так выглядит, и везут на эти государственные там заводы, что я сказал, в Торчермет, в Торцветмет, везут, да, со всей страны действительно эти машины, я не знаю, как это устроено, но вот ты говоришь 20 центов, допустим, да, а цветные металлы, почем сейчас актуальный прайс? Значит, если брать именно прямых покупателей, то есть это крупные, ну, что такое крупные? Если медь от 10 килограмм, по 10 долларов за килограмм. Вообще шикарные цены. Это, как бы, дорогой, хороший металл, если говорить о бронзе, это где-то порядка 8 долларов, алюминий 2 доллара, это, опять же, килограмм никто не возьмет. Если привозят меньше, цена будет на 10-5 процентов меньше. То есть обмана в прием, как правило, сейчас никакого нет. То есть все уже давно изучили, на приемке приезжать, где не обманывают. Как бы, ну, это уже в прошлом, можно сказать, обман именно на весе. Сейчас, как бы, интереснее больше зарабатывать на том, чтобы тебе привезли хороший металл. И мы, как бы, медленно перешли к тому, откуда берется металл в Украине и в России. Так, а скажи еще, скажи еще такой момент, латунь, вот как раньше, я не смог этот радиатор реализовать. Сейчас ее берут или нет? Латунь, конечно, берут, да. Этот радиатор купили бы, как, допустим, здесь минус 30 процентов от веса. Либо, как, кто похитрее, купил бы его, как чермет, как чермет, тут же бы разобрал и продал бы его, как латунь. То есть убрал бы все лишнее и, как бы, продал, как латунь. Обычно приемщики на этом зарабатывают. Они берут у людей, которые не знают. Вот, допустим, женщина какая-то привезла. Очень много привозят таких вещей, которые изготавливали еще в Советском Союзе. Допустим, недавно ко мне на приемку привезли шестерню. Она сделана из сплава, очень какой-то никель, бронза какой-то там. Вообще никто так и не смог определить, ее посчитали как бронзу. Сантрафировали, я товарищу отправил, он довольно хорошо разбирается в разных запчастях, но для того, чтобы не на именно какую-то литейку ее отправить, а перепродать как именно запчасть. Он мне говорит, таких запчастей три штуки в мире. То есть, и сам факт, что три штуки в мире, а станков уже таких нету, и она никому не нужна. То есть, это уникальная вещь, как бы сделана еще в Советском Союзе. То есть, три штуки в мире, но она никому не нужна, это лом. Да, понял. То есть, и она поехала именно на литейку. Это как бы такие курьезные случаи, они есть постоянно. Значит, тебе объясню, откуда берется металл на приемках. Значит, если брать бытовой металл, то есть, то, что люди приносят, это порядка где-то, ну, пусть 30-35%, может, до 40% в разных регионах. Если, опять же, это промышленный какой-то регион, это будет 40%. Если это там какой-то ближе к столице, или там, допустим, там, где нет промышленности особой, советской именно, то там будет процентов 15. Весь остальной металл привозят в госструктуры. То есть, это областные, там, энергетические компании, это водные ресурсы, как в Украине, так и в России, и, естественно, сама полиция. То есть, у полиции есть колоссальное количество левого металла. А откуда оно полиции? Это довольно просто. Есть, допустим, какая-то заброшенная ветка, допустим, железнодорожная. Она как бы ничейная. Как это все происходит? Полиция находит, допустим, каких-то людей, которые соглашаются демонтировать эти рельсы. Естественно, когда рельсы приезжают на металлолом, на них должны быть документы. Рельсы – это чугун? Нет, рельсы – это не чугун, это просто чермет, но метр рельсы весит 50 килограмм. То есть, это очень выгодно. Плюс, допустим, то, что все эти костыли, которые крепеж имеются, гайки и все остальное там еще накручивают выше. Значит, допустим, полиция находит какую-то ветку заброшенную, допустим, 100, 200, 300 метров. Нанимает людей, надевает их в жилетки. Допустим, это местная полиция как правильно делает. Как это все происходит по документам? Значит, берется человек, который совсем потерянный, ну, то есть, в розыске какой-нибудь там, ну, вообще потерянный. На него открывается ЧП. Это действует как в России, так и в Украине. То есть, ну, аналогично абсолютно. Открывается ЧП, и он является человеком, который заказал демонтировать эти рельсы. То есть, при каких-то разборках, допустим, в Украине, это если СБУ случайно налетит, в России там федералы или там какой-то следственный комитет или кто-то еще, все, кто режет и участвует, все остаются свидетелями. То есть, самое страшное, что для них произойдет, это они потратят немножко газа, немножко там ресурсов своих и, как бы, останутся свидетелями. Дело это благополучно похерится, как бы, и все разойдутся. Ну, не получилось, не портануло. Как бы, ну, как правило, в 80% случаях все успешно срезается и едет уже напрямую на приемку. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Букинг, Алиэкспресс, Авиасейлс, Адидас, мебельный магазин Хофф и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы. Начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами. Причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные кампании по доставке и покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Естественно, никаких документов, когда они приезжают, эти рельсы, допустим, на приемку. Я просто условно говорю рельсы, допустим, дальше я объясню, откуда берут энергосистемы, допустим, алюминий тот же самый, все остальное, водные ресурсы. А если говорить о полиции, все, что они видят бесхозное, у них есть 2-3-5 человек, которые вполне нормально под крышей это все спилят, поделят. Они получают чуть больше, чем рабочий. Все это приезжает на металлолом. Ну, грубо говоря, если посчитать 100 метров рельсов по, естественно, 50 килограмм в метре, можно примерно посчитать, какой объем. 5 тонн. 5 тонн – 1000 долларов. Да, цена остается точно такой же. То есть, мало, допустим, кто знает, если, ну, это чуть забегая вперед, взять того же водителя, который везет потом этот металл, допустим, дальше на экспорт. Ему с собой дают либо 400 долларов на решение вопроса. Любая дорога стоит 400 долларов. То есть, по полиции. Либо он сам договаривается по дороге. Есть вариант, что он едет хамарями какими-то и объезжает все посты. Ну, это редко, когда бывает обычно, за такими машинами хорошо гоняются. Либо просто 400 долларов стоит любая дорога. То есть, чтобы по ней проехать с металлом, с любым. Никто никогда не заглянет, что там за металл. Как бы металл возят очень страшный. В прямом смысле этого слова. Страшный для здоровья человека, скажем так. Это я чуть попозже расскажу, как бы, дальше. Значит, что касается энергосистем. Значит, энергосистемы – это основные поставщики цветного металла. То есть, облэнерго – это в Украине, там, допустим, энергосистемы – это в России. Как это все происходит? Значит, есть, допустим, подстанция с трансформаторами. Есть, допустим, предписание ее реконструировать. Значит, есть, допустим, ну, если это, допустим, подстанция, грубо говоря, там, 70-х годов, она состоит из меди. То есть, все трансформаторы абсолютно медные. То есть, в Советском Союзе преобладала медь. Она долговечнее, она, как бы, качественнее. Если это после 70-х годов постройки – это алюминий. Если мы берем среднюю подстанцию, которую они, допустим, ну, реконструируют, условно говоря, да, просто обычно разбирают в ноль, то в ней где-то полторы тонны меди и где-то порядка, ну, 800 до тонны алюминия. То есть, это получается… 15 тысяч долларов и там 15,3 – это 18 тысяч долларов. Да, приезжает тихонечко, опять же, на приемку. Обычно такой объем приемщик не может выкупить за свои деньги. То есть, приходится, как бы, именно привлекать хозяина, потому что у него больше денег. Опять же, повторюсь, в этом бизнесе чистый нал. Без нала нет вообще, то есть, все в тени. Абсолютно. Естественно, документов на эту медь никаких нет. То есть, медь – это не какой-то там лом, это шины медные, которые, в принципе, в своем можно применять еще долгие годы. Естественно, они приезжают, тут же они прячутся потихонечку, либо они прячутся, в зависимости от того, у кого какая полицейская крыша. То есть, есть такие ситуации были, когда, допустим, разбирали подстанцию медную, одну, вторую, привозили 3-4 тонны меди, тут же звонили, и какой-то там завод, строя себе там какую-то подстанцию, либо что-то тут же забирал в три раза дороже. То есть, человек, не вставая со стула, тут же зарабатывал как бы 300% просто из-за того, что у него постоянно нал. Но человек же, который ответственный, допустим, директор этой станции, которая реконструирует, он же должен как-то вот эту старую разобранную оборудованию, он же должен куда-то на баланс сдать государству и так далее, по закону. Все списывает на дереванец. Я ни разу не видел, чтобы где-то на балансе у какого-то обленерга были списаны, допустим, трансформаторы, какие-то списаны медные шины. Вот, допустим, когда ведут высоковольтные линии, высоковольтные провода, значит, там алюминиевый провод идет толщиной с руку, чтобы было понятно, ну, очень толстый. И, естественно, на каждых 150 метрах, они обычно ставятся вышки через 150 метров, обрезков и зажимов алюминия где-то порядка 150 килограмм. То есть, это обычный отход. Я видел, как их сваривают, знаешь, ну, бывает нужно сварить провод между собой. Такая прикольная штука, она, короче, ну, похоже, не знаю, как на наждачный круг такой, да, нажиточить, допустим, и топоры. Она круглая такая трубка, как каменная такая, получается, два куска провода вставляются внутрь, и эта штука поджигает, и она их как сварка искрепляет, только это для цветных метров. Это называется сваркотрение. Ну, вот мы находили такие в детстве, просто и поджигали их там. Мы находили их именно под высоковольтными линиями и вышками, то есть. Да. Значит, энергосистемы, это, опять же, ну, наверное, 80-90% поставки цветного металла. Значит, что касается водных ресурсов. Значит, как в Украине, так и в России, это, опять же, это чермет в основном, чермет, но в нем присутствие есть цвет мета, это бронза в основном. Почему? Потому что привозят вентиля, ну, краны такие огромные, размером с автобус. В них есть бронза внутри, где-то порядка 100 килограмм. Ты имеешь в виду лопасти турбин всяких на ГЭС, да? На ГЭС, на ГРЭС? Нет, 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 не ГЭС, это управление водных ресурсов, это каналы, это водопровод, это вот эта вот тема. Это поставка черного металла, то есть на приемках где-то порядка плюс-минус 60% черного металла идет именно от них. Естественно, никаких документов, естественно, денег, что взяли, все это деребанится. 20% начальнику, никто что-то взвешивать не будет там. Есть примерный удельный вес трубы, но она ржавая, хотя советский металл, допустим, ну, как правило, он приезжает как новый. То есть, несмотря на то, что он там пролежал 50 лет в земле, качество такое, что его можно сейчас ставить, и он будет работать дальше. Есть водогоны по 20 километров, которые меняются на пластик. 20 километров трубы, которые по пояс высотой и толщиной в несколько сантиметров. Все это режется автогеном на мелкие куски, слаживается и на приемки. Никаких документов, ничего. А ты вот рассказывал интересный момент, что дорога стоит, допустим, 400 долларов, да? Это вот смотри, мне нужно, к примеру, там из Одессы до Киева довезти или наоборот. И что, вот у меня есть 400 долларов, я ее где-то на одном посту, образно говоря, заплачу, и мне обеспечат беспрепятственный проезд до Одессы, или я должен раздербанить ее на 10 кусочков и на каждом посту там по 40-50 долларов платить, где меня остановят, или как? Раздербанить на несколько кусочков, это если водитель, допустим, наемный, допустим, подписывается человек, такова такса. По Украине такса Киев-Одесса, допустим, Харьков-Одесса, вот такая такса полностью. Либо гораздо проще, если есть на приемке человек, который решает эти вопросы. Кстати, допустим, кому интересно, и может кто хочет открыть свою приемку, полиция берет 500 долларов с точки. В месяц? В месяц, да. Это, ну, средняя региональная стоимость, то есть плюс-минус там будет 100 долларов, ну, 500 долларов с точки. Чермета берут так, что если кто собирается, закладывайте себе. Это что в России, что в Украине. Ты сказал чермета просто, а если цвет мета, или без разницы? Без разницы, без разницы. То есть для полиции это все чермет. Понял. То есть никто там не разбирается, цвет мет, чермет. Это все как бы все вокруг. Допустим, единственная разница в чем между Украиной и Россией, опять же, это в ответственности. Значит, если в полиции России, допустим, ты платишь 500 долларов, это как у меня было, то ты 100% защищен от всех. То есть от Следственного комитета, от кого-то еще, каких-то проверяющих. Кто-то придет. Это ты полностью защищен. Если ты 500 долларов платишь в Украину, ты защищен только от полиции. Если какой-нибудь дурачок там напишет, что у него что-то украли с огорода и приведет какой-нибудь другой отдел, то ты будешь решать с ними сам. То есть как бы они берут 500 долларов, чтобы они тебя не трогали. Вот конкретно они. Ну вот частного металла, ты говоришь, основные поставщики, допустим, цвет мета, это организации, энергетика, водные ресурсы и прочее. А сколько в общем потоке вторичного металла, черного и цветного, занимают частные лица? Вот дети, как мы, которые собирают где-то по задворкам, бомжи, которые со свалок тянут. Кто-то привезет свой холодильник старый, старую тачку, старую стиральную машину или швейную. Сколько частники занимают в общем обороте вторичного металла в России и в Украине? Все зависит от региона. Если опять же, если это дальше от столицы, то это процентов 40. Последние, допустим, несколько лет, как бы, именно сдача металла увеличилась очень сильно. То есть начиная с 2014 года, именно, ну, несут страшно. Ну, денег меньше стало просто в карманах. Да, 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 да. Просто денег меньше стало. То есть людям нужны просто деньги. То есть привозят иногда на чермет станки порезанные, которые еще могли работать. То есть это в частных руках, которые что-то было. Людям просто нужны деньги. И это не касается Украины, это и в России точно так же. То есть именно начиная с 2014 года пошла такая тенденция вырезать все, что видно. То есть цена металла, я бы не сказал, что там как-то изменилась сильно. Да, он подорожал по сравнению, допустим, с 2012 годом. Он подорожал и в долларах, и в гривнах, и в рублях. Но тенденция пошла на то, что люди нищают, из-за этого несут. Особенно это касается регионов. Если брать, допустим, регион Сочи, там, допустим, ближе к столице, там Киев, Москва, там Питер, там просто приемку найти очень сложно на самом деле. То есть как бы там никто ничего не несет. То есть это, ну, там в основном оптовики, которые просто с регионов получают, зачем им там приемки. Ну, это может такое условное быть. Это неинтересно никому в больших городах. Вот такие случаи, когда, например, двое молодцов, там, выпившие или не выпившие, да, поехали и раскопали там 50 метров кабеля вот такого вот там толщиной медного где-то вырубили, обесточили от интернета или еще от чего-то, отключили половину города. Они потом привезли на приемку, и за ними, допустим, приезжает, ну, разыскивают, да, кто такой наглец, кто украл там прям кабель, обесточил половину города. Часто такие случаи, полиция часто вообще приезжает. Вот, допустим, 100 раз к тебе за месяц привезли металл, ну, разные, там, частные лица, там, государственные, все, 100 раз, и вот сколько раз приезжают разыскивать, кто ж такой вообще? Ну, во-первых, практика с кабелями последние несколько лет, это вообще как бы стабильно. Но вот эти ребята двое, которые выпившие, они поумнели, они кабель чистят. То есть, когда кабель уже почищен, он уже прячется, приезжает полиция, ну, посмотрите, ну, как бы, ну, найдете, хорошо, не найдете, понятно, что они привезут именно ко мне его. То есть, никто, как бы, не будет говорить, ой, нет, я такое не беру, как бы, но это, может, один процент там скажет, какой-то перепуганный совсем новенький там приемщик. Все остальные возьмут тут же, как бы, либо спрячут его, либо куда-нибудь передадут, либо даже заносить не будут на приемку, если посмотрят, что они просто, как бы, какие-то барыги, да, которым на бутылку надо, да, и они просто позвонят, тут же газелька подъедет, они все сложат, и она уедет в неизвестном направлении. То есть, воровка – это, ну, то есть, это основной принцип работы, ну, чермета. То есть, там легального металла процентов 30. На кастрюлях, на, допустим, тачках, на каких-то, на бытовом, никто бы этим не занимался. То есть, вообще, это не тот бизнес, как бы, допустим, у нас одно время, вот, тема пошла вообще с России, сейчас, как бы, она немножко притихла, занимался этим исключительно криминалитет, значит, цитметы немножко, как бы, расслабились и начали отправлять фуры с медью, то есть, они разбирали у себя, ну, чтобы чистая медь была, в фурах, там, по 15-20 тонн, без охраны, без сопровождения, через пол России, то есть, 20 тонн меди, просто ездит водитель, наемный водитель, не какой-то свой, просто наемный. Кто-то кому-то звонил, его обычно выкидывали, медь выгружалась тут же, как бы, он ехал дальше, как бы, без всяких проблем, как бы, ему, там, говорили, ну, просто свободен и все. То есть, эта практика была в России где-то, ну, в году 15-14, в Украине на настоящий момент возят медь на свой риск и страх точно так же, у нас не нападают почему-то, не знаю почему, но, как бы, ну, сколько я знаю, несколько раз нападала полиция. Именно полиция нападала по документам, то есть, все по красоте делали, останавливали, откуда металл, документы, естественно, как бы, нарисованы чисто на дорогу, так, ну, ничего особенного, там, ЧП какое-то, там, передало ЧП другому, там, на вторчермет, что-то там такое, вот, выгружали медь по 20 тонн, латунь выгружали, алюминий, как бы, менее интересен, его сложнее реализовать, потому что к алюминию больше претензий может, ну, тот же завод предъявить, то есть, если алюминий, допустим, нечистый, там, прессованную банку, допустим, вообще никто не берет, было много кидалово с этой темой, вставляли просто железо вовнутрь, прессовали и отправляли на заводы, то есть, люди зарабатывали, там, по миллиону долларов, но, как бы, это быстро кончилось, то есть, алюминий интересная тема, но она должна быть чистая, то есть, пищевой, чистый, банку сейчас никто не прессует, по крайней мере, в Украине, поэтому, допустим, очень много здесь, просто, вот, ездит, ну, едет фура, там, допустим, 15 тонн латуни, то есть, без охраны, без сопровождения, без, любой, кто хочет, остановил, отсыпал себе, как бы, с водителя какой спрос, никакого, как бы, вот, есть, есть такой, такой нюанс, значит, если, я, как сначала сказал, есть у нас еще такие вот, более беспредельные, скажем так, те, кто занимается металлом, это, так называемые, вольные птицы, сейчас постараюсь объяснить, кто это такие, возьмем людей, которые вывозят зерно, предположим, дальнобойщики такие, на своих машинах, как правило, значит, почему они считаются абсолютно беспредельными, значит, они ездят по разным металлургическим комбинатам, в основном ферросплавом, почему ферросплавом, на ферросплаве была химия, это довольно интересная тема, как бы, последние несколько лет, кстати, она тоже пошла с Россией, но в России быстро загасили эту тему, в Украине ее гасить никто не собирается, а сейчас объясню, как это работает, значит, они ездят по химкомбинатам и по, ну, как бы, там, где делают цветные металлы, разные сплавы, там везде применяется химия, значит, что они скупают, есть такие бочки по 200, ну, как выглядят они, как 200-литровые бочки. Ну, как для бензина и так далее, там, бочки. Вот, как на СТО, когда приезжаешь, там, в бочках такое масло такое вот вылетит, они абсолютно внешне точно так же, только вес у них намного больше. Одна бочка такая весит порядка тонны. А из чего состоит? Из стали? Сталь, а внутри химические отходы. То есть, оксид мышьяка, оксид магния, это, ну, это страшная штука. То есть, как это все происходит? Значит, что такое, допустим, на химкомбинате купить бочку, которая весит тонну, да, которую давно все забыли, где-то там она в каком-то складе, еще в 70-х годах была закопана, сейчас ее выкапывают. Значит, ты тонну, допустим, покупаешь не по 20 центов за килограмм, а по 5 центов за килограмм. Ну, потому что там же не чистый металл, а еще куча всякой фигни, которая, ну, облепила этот металл, да, ты имеешь в виду? Нет, нет, нет. А внутри этих бочек капсула с ядом. Значит, как делают, скажем так, эти вольные птицы? Они выезжают куда-нибудь подальше в какие-то села, нанимают людей, которые режут эти бочки. То есть, я один раз был свидетелем, как порезали данную бочку, и над землей, наверное, в течение недели стоял туман. То есть, это обычный яд, который еще там написано, не вскрывать на этой бочке, то есть, полные, как бы, ну, все, кто пытался, как бы, делать нормально, все отравились. Но, тем не менее, в России Следственный комитет очень быстро загасил эту тему. Она где-то была интересна где-то в году 15-14, там очень сильно, как бы, у нас сейчас это продолжается. То есть, берут трактора, которые с отбойными молотками, пробивается в этой бочке дырка, все, что там есть, выливается. Так выливается на землю просто или в речку, получается, да, куда-то? На землю, на землю. Это страшные яды, это оксид мышьяка, это оксид марганца, это оксид магния, но это, там просто, допустим, печати стоят СССР 70-х годов, не вскрывать 100 лет, вот на этих бочках, то есть, это абсолютный яд. Значит, я видел трактор, который пробивал отбойным молотком сдалека, вот, ну, получается, сколько там вылет стрелы, да, у трактора пробивал эти бочки, у него эту, допустим, отбойный молоток, который усиленный, да, вот этот, его просто разъело полностью, вот до корня, он просто как бы рассыпался, я видел это своими глазами. Вместе с тем эти бочки отлеживаются, там, неделю-две в кустах, потом благополучно магнитом или краном грузится все это в грузовик, в котором возится пшеница обычно, засыпается сверху металлом, другим, который просто покупается там на чермете, просто засыпается, ну, то есть, грубо говоря, внизу лежит 10 тонн ядовитых бочек, сверху лежит еще там 15-20 тонн просто чермета, который засыпается. Все это благополучно едет либо на Турцию, либо на Приднестровье. То есть, проблема в том, что, допустим, если взять сталин-литейные комбинаты, у них стоят рамки на радиацию. То есть, если кто-то там придумает взять с Чернобыля там или откуда-то какие-то химотходы или что-то еще, допустим, радиация покажет эту машину, развернут и она уедет. Никто, как бы, ее принимать не будет. На химические бочки проверки нет. То есть, ну, как бы, только просто элементарное, пока кто-то не отравится реально, как бы, были случаи, в селах существует еще авторитет от приемщиков. То есть, допустим, в каком-то ПГТ, да, есть большой приемщик. Он авторитет для всего села. Если кто-то там, допустим, от него пострадает, никто в полицию не пойдет. Были случаи, когда люди и болели очень сильно от этих почек, были случаи, когда и умирали, я слышал, как бы, и никто никаких заявлений никуда не писал. Так, а смотри, еще вопрос. Тебе вот радиоактивный, вот кабель я вот, который видел, да, черт его знает, в какой они зоне лежали. Может, и в Чернобыльской, и в какой угодно. Тебе, когда на приемку привозят кабель, ты дозиметром проходишься возле этого металла или нет? Дозиметр есть. Дозиметр, как бы, показывает, если дозиметр даже бывает показывать нержавейку, которая просто обычная пищевая, нормальная, высочка, у него есть такое отклонение, что он показывает на радиацию. То есть нержавейка не с какой-то там чернобыльской зоны, но вместе с тем дозиметр будет показывать. Это такая ошибка. На заводах это знают, значит, на заводах показывает медь, алюминий, чермет, это все показывает радиацию. Нержавейку никто не обращает внимания, то есть если она показывает, она через рамки проезжает без проблем. Ну и что, и ты не возьмешь просто, если тебе медь привезут с радиацией, ты не берешь ее просто, убегаешь оттуда и одеваешь железные трусы быстрее? О, не железные, а не железные эти, свинцовые. Да. Нет, во-первых, как правило, если такая медь приезжает, на завод ее никто не везет. Ее везут полетейкам. То есть никто никогда отказываться от меди не будет. Кто бы там что ни говорил, как бы, но всегда побеждает деньги. Бабло побеждает зло, я понял. Да, да. И вопрос в том, что в последнее время, допустим, что касается Украины, данные бочки по разным оценкам закопаны где-то порядка миллиона тонн, данных бочек, и они постепенно выкапываются. То есть они едут на Турцию, они едут на Приднестровье. Что такое Приднестровье? Приднестровье – это, скажем так, дырка в границе, которая возвращается в Россию. Окольными путями, часть в Европу, часть… То есть даже Турция, она не может понять, что это бочки из-под химотходов. То есть как бы вот такие вот, ну, условно, да, вольные птицы, дальнобойщики, которые, допустим, в сезон возят зерно в тех же самых, как бы, контейнерах, да, в кузовах возят бочки из химотходами, которые реально, как бы, ну, это яд. То есть на бочках написано «не вскрывать сто лет». Ну, видишь, в России победили, может, и у вас за это возьмутся, потому что реально, ну, и люди страдают те, кто их разбирает, и те, кто потом это будет зерно, это даст тех же машин. То есть это все на здоровье, на жизни, конечно, сильно отражается, и деньги понятны, что, да. Врядка двух лет уже успешно вполне нормально выкупаются эти бочки, режутся, пробиваются. Есть определенная часть бочек, в которых есть медная капсула. Служит она для того, чтобы тот яд, который, допустим, там находится, не окислял металл черный. Ну, я понял. То есть, ну, как бы защищал от ржавения, можно так сказать, да. Цветной металл он, как бы, защищает. Это, как бы, самый шоколад для них. То есть, есть определенный вид, я не буду, как бы, говорить, чтобы не было желания, да, у кого-то искать эти бочки. Ну, вместе с тем, их много, они находятся на ферросплавах, то есть, на ферросплавных заводах. Это Никопольский ферросплавный, это химкомбинаты разные, вот, и люди охотятся за этими бочками, в них, ну, где-то килограмм, 300-400 меди. Это, это весомо. То есть, если сама бочка, грубо говоря, весит, ну, порядка тонны, из них 300 килограмм будет меди. Это вообще, то есть, разобрать ее элементарно, там, два удара отбойным молотком трактора, она распадается на части, то есть, сверху она чугунная, чугун от удара рассыпается, и остается капсула меди. Остается просто ее пробить, вылить куда-то содержимое, и у тебя, как бы, медь, которую, в принципе, можно пихануть буквально на любую литейку, чтобы она там где-то полежала, выветрилась, и поехала на литейку, а потом будет изделие из нее. Ну, а чисто с меди, допустим, бочку не сделаешь, потому что она мягкая, будет повреждаться, поэтому нужна капсула именно внутри, да? Да, это обычная капсула, как вот таблетки в капсулах, точно такая же капсула, там буквально этого яда порядка там 5-6 литров. Всего лишь? Да, а бочка, бочка делается вот такого размера, для защиты. Это вот советская, скажем так, индустрия, да, промышленно сделала такую защиту на этот яд, то есть трактор с первого раза, естественно, не пробьет, как бы именно этот чугун, который сверху, он где-то сантиметров 15 толщиной, ему требуется где-то, ну, минут 20 для того, чтобы бить отбойником, для того, чтобы разбить именно чугун сверху. Ну, чтобы было понятно, чугунную батарею можно разбить ударом кувалды. Да, понял. Просто. А здесь трактор, который дробит асфальт, дробит, как бы, именно такие вот вещи, которые, ну, серьезные, там, камни дробит, он дробит эту бочку 20 минут и пробивает только одну дырку в ней. Да, там дырка большая, но все вытекает, понятно, но это вытекает все на землю, как бы, обычно это делается все в отдаленных селах. Но пошло это, пошло это именно с севера России, с Челябинска, там, эту тему там придумали, они показали всем, как это работает, что там есть это, как бы, ну, и, как бы, в данный момент в Украине это очень актуально, и кто этим занимается, старается с ними просто не связываться. То есть, ну, я с такими, допустим, перевозчиками стараюсь просто не связываться по причине того, что, ну, те же люди, что у меня работают, могут пострадать. А вообще масштабы бизнеса, то есть, вот, допустим, сколько через одну приемку среднюю, там, не обязательно через твою, да, вот, вообще сколько приемок, допустим, в стране, ну, к примеру, приблизительно, я понимаю, что ты не можешь каждую знать, вот в Украине, допустим, в России, и сколько металлов в среднем в месяц проходит через, ну, такую рядовую приемку обычную самую? Ну, возьмем региональный город с населением 150 тысяч, ну, примерно, да, это как в Украине, так и в России. В России, кстати, ну, чуть-чуть больше все-таки металла привозят, ну, в принципе, своем, потому что там больше сама страна. как бы берем город 150 тысяч, значит, приемок в нем будет как минимум штук 30, как минимум 30, возможно, больше, но это такие приемки, просто точки, которые собирают в неделю по 15 тонн, от 10 до 15 тонн каждая точка собирает, то есть каждую неделю, как правило, допустим, с двух точек грузится машина, 20-25 тонн. Опять же, металл на приемке, это очень условное понятие. Могут порезать, допустим, какой-то завод, и там будет помещаться в газели, а там будет вес 20 тонн. А могут принести, допустим, бытовой мусор, который ничего не весит, займет вся машина, там, допустим, фура вся займется, а там будет 10 тонн. Ну да, кастрюли какие-нибудь. Да, да. Тут, условно говоря, вопрос в том, что средний город региональный с населением 150 тысяч две приемки отгружают 20 тонн, 25 в неделю. Можно посчитать, допустим, в масштабах страны. Ну, две приемки, там, пусть даже 20 тонн в неделю, да, это 80 тонн в месяц, а в таком городе, ты говоришь, 30, 80 умножить на 15, это 800, там, ну, пусть 1000 тонн в месяц они собирают. Вот твой город, допустим, ну, не твой, а 150 тысяч, который, он собирает там от 1000 тонн в месяц. Хорошо. Надо еще понимать, допустим, есть такие, как села, ПГТ, допустим, там состоит немножко по-другому, там старые хозяйства вырезаются, то есть, пригоняют комбайны, допустим, после сезона пригоняются комбайны на, именно, на обновление, скажем, доны разные, все то, что старое, пригоняются, как есть, как чермет, естественно, там цветняк внутри, и все остальное, это тоже как бы вес. Обычно есть там какой-то ПГТ с населением 2000 человек, и все близлежащие села туда везут, как бы, все, что видят. Есть еще один вид деятельности, который, опять же, процветает, как в Украине, так и в России, это так называемые кроты. Можно сказать, что мало кто о них слышал, но, тем не менее, людей жизнь заставляет. Значит, в 80-х годах, когда строились металлургические такие комбинаты, там, ферросплавные, у них было где-то процентов 20 брака, иногда больше. Куда девался этот брак? То есть, что такое брак? Это абсолютно цветная, допустим, запчасть, то есть, это медь, бронза, либо алюминий, которая просто выбрасывалась в яму, рылась яма где-то глубиной метров 20, и туда просто ссыпался металл. Весь брак ссыпался. Кто, допустим, нашел эти точки, сейчас, как правило, они засыпаны, уже давным-давно забыты. Люди роют, скажем так, такие туннельчики и добывают металл. Таким способом. Все вот эти цветные запчасти пытаются достать оттуда, пытаются как-то выцепить, но часто это плохо кончается. То есть, грубо говоря, прорыт тоннель 3-4 метра, 6 метров и вытаскивать, вытаскивать, естественно, все это обсыпается. В Украине это вообще стабильно. То есть, ну, как бы, вопрос в том, что последние несколько лет это стало для многих бизнесом. Вот такой вот заработок, поиск вот таких вот схронов, террасплавных заводов, которые вот именно, ну, это процент хорошего цветного металла на приемках. А скажи, вот эти, ну, эхо войны, да, снаряды там всякие, прочие гильзы стрелянные, большой объем составляют или вообще незаметно? в последнее время копанка, это как бы на металломе это называется копанка, это где-то, ну, процентов, может, 5-10. Ну, немало. Да, но это опять же, если это сельская местность, сельская местность, это будет 10%. Если это город, ну, ближе, опять же, это везут исключительно люди. Значит, если говорить, допустим, о именно снарядах и всем остальном, очень много людей в селах разбирают до сих пор бомбы, снаряды, как бы, из-за цвет мета, который внутри. То есть, грубо говоря, в авиационной бомбе, ну, чтобы было понятно, порядка 5 килограмм меди. Ничего себе. Да. И для многих 5 килограмм меди, это, ну, стоит жизни. Ну, да. Тратил взрывается этот. Да. Многие считают, что они знают, как их разбирать, как бы, но это сельская местность. Это, вот сколько я знаю, это абсолютно сельская местность. Это там, где были линии боев, люди ходят, ищут. Сейчас этого стало намного меньше. В 2012 году это больше было. Кстати, вот у меня человек, который занимается, скажем так, более крупным объемом, чем я. то есть, он, можно сказать, оптовик по Украине. Он просто оптом скупает цветмет. У него есть свои каналы, допустим, на заграницу. Он интересную такую тему подсказал. Он говорит, если дорожает цветмет, допустим, если вот какая-то страна выкупает цветмет срочно, а значит, буквально через полгода будет война. То есть, цветмет применяется для любых систем, то есть, оружейных, ну и элементарные гильзы. Гильзы – это латунь. Я заметил такую особенность, в 2013 году очень сильно возросла цена на латунь, медь, на все вот эти ферросплавы, то есть, цветные металлы. Вот такая вот интересная особенность, которую мало кто замечает, вместе с тем, как бы, последствия видны невооруженным глазом. Да, а скажи, а вот схемы легализации этого металла, допустим, вот ты, ну, ты купил там без всяких документов, соответственно, в какую-то литейку или на завод прям, да, загнал, то есть, а завод у себя как-то легализирует, то есть, он должен показать же, что он у кого-то купил как-то по документам это провести и, может быть, даже на экспорт в дальнейшем отправить. Как это все правильно делается? Значит, оформляются документы ну, как бы, с тем, что это автор сырье, так называемое. Значит, объясню, как, допустим, в России это происходит через прокладку фирму, которая, допустим, якобы принимает металл, опять же, рано или поздно ее налетает либо федералы, либо еще кто-то налетает, так как, допустим, для завода главное написать, у кого он взял металл. То есть, что касается Украины, здесь немного все проще, все отлично понимают, откуда он брат, ну, как бы, взял и пишется, что это списанный металл, допустим, какого-то там предприятия, еще чего-нибудь, ну, допустим, я как отправлял металл, допустим, на запорожские заводы, там достаточно было указать свое ЧП, то есть, у кого, у кого ты взял, как бы, все это и документы на то, что, допустим, ну, металл бытовой, то есть, то, что принят от населения, ну, такие как бы условности. А что касается России, ну, допустим, на любой российской приемке есть 10-15 паспортов, ну, если говорить о приемках, да, для левого металла. То есть, в России, да, в России, допустим, лицензия, это условность, то есть, в любом случае, металл левый, покупаются паспорта каких-то бомжей, что в случае чего есть какие-то вопросы, вот там Петя какой-то принес металл. Что касается именно, опять же, для завода, делается фирма-прокладка так называемая, которая впоследствии, как бы, гасится и за все, как бы, отвечает. Но, опять же, желание вести на заводы внутри страны, ну, насколько я знаю, что в России, что в Украине, крайне малое. То есть, процентное соотношение, допустим, завод, ну, допустим, за медь, завод заплатит 50% накрутки. Если эта медь, допустим, попадет в Польшу, то будет 300% накрутки. Ну, а как экспортировать их грамотно? Дырка в границе. То есть, ты хочешь сказать, что нелегально возится, даже в Евросоюз возится все нелегально, да? Нелегально абсолютно. Кто бы что ни говорил, я могу как бы стопроцентной уверенностью сказать, что она может завозиться как что угодно. Она может, как правило, допустим, как у нас делается, завозиться как слитки, сырье. То есть, ну, просто, допустим, медь, которая является металлоломом, она заводится как сырье каких-то запчастей. То есть, она никогда не завезется как металлолом и никогда она не завезется, допустим, как официально. То есть, если там, дай бог, будет стоять, что это там металлолом, там просто очень много голодных будет, которые хотят узнать, где его взяли. Но, как правило, с Украины, ну, наверное, процентов 80, да, скорее всего, 80 процентов это Приднестровье. То есть, там есть металлургический комбинат, который вообще не требует никаких документов, ни на что. То есть, ни на черный металл, ни на цветной металл, который дает хорошую цену. И они сами, хотя они непризнанная республика, они сами как бы распределяют куда им дальше. Как бы границы там как таковой нету. Сколько они пытались запретить, но запрещали там вывоз в Приднестровье там на несколько месяцев. Ничего не изменилось. То есть, как все возили туда, так и возят. Очень сильно забирает Турция металл. Но, опять же, для турков важен металл небытовой. То есть, бытовой металл для Турции неинтересен. Им интересен металл, который именно с ну, как бы рельсы те же самые. То есть, не бытовой, а именно промышленный. Так, а металл, он же и есть металл. То есть, ты можешь бытовой прессануть, и в принципе, плюс-минус это то же самое и выйдет, или я ошибаюсь? Нет, нет. В чем прикол? Значит, есть промышленный металл, а есть бытовой. Значит, бытовой металл это те же там кастрюли, те же там, грубо говоря, коляски, там печки, стиралки, там бойлеры. Это все очень низкокачественный металл, который Турция не хочет покупать. То есть, они его сюда гонят. Есть сталь низколлегированная и высоколлегированная. Ну да. Вот, допустим, вот эти все стиралки и все остальное, это очень низколлегированная сталь, которая предназначена при производстве, чтобы она там рассыпалась буквально за пять лет. Значит, что касается именно промышленной стали, которая там, допустим, трубы, там, допустим, я даже беру чермет обычный просто, советский, который до сих пор вырезается. Это высоколлегированная сталь, которая ценится во всем мире практически. Турция отлично знает. Я понял, как эти, знаешь, как ножи, там, допустим, там, молибден входит в какой-то легирующие добавки, которые делают сталь, повышают ее сопротивляемость к ржавчине, к окислению, плюс твердость ей придают молибден особенно какой-то. Да, износа стойкости. Износа стойкости самое главное. Турция знает, что переплавив ее, допустим, в заготовки, в любые, она ее пиханет в любую страну Европы. То есть им не надо добавлять какие-то там свои химические присадки, то есть прибыль самая высокая именно на промышленном металле. Поэтому, допустим, Турцию, ну, бытовой мусор никто везти не будет. То есть они просто развернут эту баржу обратно и все. То есть, ну, никто там ничего не купит и не заплатит. А сколько приемщики вообще зарабатывают? То есть это человек на должности, да, какой-то или в целом приемка, там, хозяин есть для 10 приемок или как это выглядит? Один хозяин, у него как минимум 5-6 приемок. 5-6 приемок. Значит, самому приемщику платят, ну, условно, там, 200 долларов в месяц. То есть чисто на бензин и там все отлично понимают, что он будет зарабатывать. то есть как ты будешь зарабатывать, это как бы твои проблемы. Либо ты будешь зарабатывать на перепродаже металла, либо ты будешь зарабатывать на приемке и разборке последующей, допустим, на компоненты. То есть, я же говорю, принимается, допустим, какое-то оборудование, какой-то станок, там, допустим, медь внутри или алюминий, тут же подсобники какие-то разбирают у приемщика на запчасти, тут же эта медь продается и, соответственно, это является прибылью. А чтобы было понятно... То есть, все приемщики, именно наемные сотрудники, которые я взял к себе за 200 долларов, он по-любому будет левачить, да? И я с этим ничего не сделаю. Нет. Высшая каста приемщиков это приемщики цвет мета. Это высшая каста... Как в Индии. Да. Это высшая каста приемщиков. Почему? Потому что у них нет вообще как бы вопроса разборка какого-то или что они тут же могут перепродать, но у них должен быть постоянный большой нал. То есть, в маленьком городе у них должно в кармане лежать нормально 50 тысяч долларов стабильно. Минимум. Минимум 50 тысяч долларов. Если там, допустим, у приемщика, который там сидит на чермете и просто принимает все подряд, ему достаточно там 2 тысячи долларов, там тысячу, ну, для того, чтобы перекинуть металл интересный. Но, опять же, хозяин смотрит, сколько металла он, допустим, перекидывает. Допустим, объясню. Если привозят, допустим, какой-то интересный металл, там, допустим, слитки какие-то, алюминиевые, где-то украденные, либо шины медные, то есть, это с трансформаторов, то такой металл можно сразу перепродать. Если там сидят какие-то люди и разгорают провода, кабеля, да, и там, ну, просто там тоненькая нитка медная, то, естественно, продать ее намного сложнее, она тут же идет хозяину, хозяин уже дальше ее перепродает дальше. Как бы тут очень тонкий балансир должен быть для приемщика, чтобы как бы не взять лишнего, вместе с тем остаться на этой приемке. Скажи, а свинец интересует кого-то или нет? Потому что я вижу объявления скупают аккумулятор у населения. И по чем он стоит? Свинец, в принципе, интересует, он стоит где-то чуть больше доллара, где-то полтора доллара, по-разному, в зависимости от, опять же, частоты свинца. Аккумуляторы интересные последние, то есть, литивоздушные, так называемые, аккумуляторы, которые уже идут на солнечных панелях и на последних там иномарках, в них есть содержание меди. То есть, они как бы интереснее всего для, допустим, что касается обычного свинца, на нем, как правило, наценка, ну, 15%, 20%, это занимаются, допустим, разные там скупщики, у него нашел там какой-то канал, и, ну, допустим, в моем бизнесе свинец занимает, ну, может, процентов 5. То есть, ну, он не интересен как бы для большого объема. А конкурентные войны между приемками, между владельцами приемок существуют? Существовали, допустим, когда я начинал это, существовали в России, в частности, значит, в России было такое неписанное правило, есть определенная цена, и никто ее, допустим, не перебивает. То есть, ну, грубо говоря, есть там цена 20 центов, 25 уже никто не дает. даже были разборки на эту тему, это были армянские группировки в России, они, ну, в начале 90-х начинали вообще бизнес по приемке металла, потом их благополучно выключили всех, оттуда кого-то убили, кого-то посадили, но они просто были чистой криминалитет. То есть, в России, допустим, металлолом сначала был чисто криминальным бизнесом, то есть, алюминий выезжал за границу полностью до 2000-х годов. После 2000-х они постепенно как-то уходили, уходили, уходили. Сейчас, если взять Россию, то, допустим, ну, наверное, процентов 20 это приемки, которые полностью контролируются полицией. Это, естественно, цветные. Понятно, что они, как бы, понимают, что они делают. Ну, самые рентабельные, самые высокодоходные. Да, 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 да. Дело в том, что в России цветной металл очень просто продать. Допустим, в Украине продать интересно за границу цветной металл. Допустим, ну, грубо говоря, там, процентов 30 цветного металла, который я принимаю, уезжает в Россию. То есть, это выгоднее даже, чем везти в Приднестровье. В России, допустим, ты берешь цветной металл, тебе не надо там сильно долго думать, что с ним делать, переплавлять или что-то там разбирать. Есть люди, которые нормально его заберут и как бы сами на своих литейках как бы что-то из него изготовят. То есть, им никакие документы не нужны, им ничего не надо, им просто нужен хорошего качества металл. То есть, ну, структура такова, что на данный момент группировки уже отошли как бы в прошлое. Если говорить, допустим, об Украине, здесь не занимается металлолом, он только ленивый. То есть, у тебя есть, грубо говоря, там вход в этот бизнес в черме, там, грубо 5 тысяч долларов, либо у тебя есть грузовик, допустим, ты вообще никому ничего не платишь. То есть, ты подъехал к приемке, да, созвонился с хозяином, допустим, у тебя есть грузовик, зерновоз, созвонился с хозяином, металл, допустим, по 20 центов, ты ему даешь, грубо говоря, там, 30 центов, и говоришь, я у тебя просто забираю как с места. Мои грузчики, мой этот самый, зачем иметь головную боль, везти, платить полиции, куда-то доставлять, человек с места забирает, у тебя металл, ты, грубо говоря, не вставая со стула, получаешь там 2-3 тысячи долларов, и все. Да, вход в этот бизнес очень маленький, то есть, от 5 тысяч долларов, либо если у тебя есть грузовик, я знаю, допустим, человека, у которого обычный старый газон, ну, то есть, вообще, советская вот эта машина, газон, она там таскает еле-еле 5 тонн, он на нее грузит 8 цветника, и вместе с тем ездит на хорошей машине, как бы, хорошо зарабатывает, ну, это как бы региональный бизнес, в столицах такого бизнеса нет, для столичных людей он вообще непонятен, что на нем можно вообще заработать, опять же, он абсолютно не в онлайне, и он абсолютно не закон. А как пандемия повлияла вот на рынок металлолома вообще, и отразилось ли хоть как-то? Спекулятивно полностью, значит, в пандемию все опустили цены, значит, цена в пандемию была где-то 10 центов, то есть, с начала 20-го года все абсолютно, хотя цена на металл была хорошая в портах, все абсолютно опустили цену в два раза, и люди несли просто от безвыходки. Понял. То есть, тупо была спекуляция, ты просто ложил в карман себе лишних 10 центов на килограмме, и несли, как бы, ну, лично, если взять мою приемку, допустим, мы отгружали стабильно 20 тонн в неделю с одной точки, это был 20-й год. В 21-м, когда это все немножко попустили, цена приподнялась, как бы, людей уже просто либо нести нечего было, либо просто, как бы, не знаю, может, выдохлись, но последние пять лет несут очень сильно. Как должен быть приемный пункт оборудован? Вот я в те, которые в детстве приезжал, да, ну, по сути, там дядечка какой-то на машине там приедет, откроет его, там уже какой-то металл лежит, и там просто большие весы такие были, то есть, на которые я вот это все сгружал, и они взвесили, рассчитались, ну, конечно, и все, и я уехал. Как теперь это обстоит? Во-первых, весов как минимум трое, значит, большие весы для чермета, но, опять же, есть два варианта, либо честные весы, то есть, действительно, честные, то есть, килограмм-килограмм, там буквально до 100 грамм будет абсолютно честно показывать, но приемщик честно говорит, что я, допустим, минусую на пластмассу, на резину, там, на просто ржавчину, там, свои 10%, 15, как бы, и человек соглашается. Если говорить о цветмете, опять же, приемщик проверяет его болгаркой, как правило, то есть, на искру, если это, допустим, нержавейка, ну, понятно, что медь никто не проверяет, и по ней и так видно. Та же бонза, да, никто ее не проверяет, а если брать там нержавейку, там, и все остальное, там проверяют. Значит, есть, опять же, весы, которые там, как правило, настроены минус 50 грамм, то есть, на 50 грамм на цветнике, и вторые весы, которые уже отгружаешь клиенту, они плюс 50 грамм. На этой маленькой разнице, да, на этой маленькой разнице, но так как метал цветной довольно дорогой, приемщики имеют какие-то там лишние 500 долларов в месяц. Говорят, вот на эти, говорит, 2% и живу, да, как в том анекдоте что-то подобное было. Достаточно посмотреть на те машины, на которых ездят приемщики, и не понимаешь, как на 200 долларов можно содержать такую машину. Приемка с 90-х годов внешним практически не изменилась. То есть, она, вот этот бизнес, он практически не претерпел никаких изменений с момента вот основания, как начался в 90-е годы. Но вход сейчас стал для всех как бы нормальный. А в приемке вообще единовременно, вот я что спрашиваю, грабят ли приемки, да, сколько единовременно в приемке хранится металл? Вот ты же все равно там собрал за день, например, ночью уехал там, потом у тебя начинают на следующий день забирать. Или стараются на складах не оставлять металл, потому что все же знают адрес этой приемки, приедут и дернут все, что ты там за неделю насобирал образно. Ну, обычно отгружаются каждую неделю, но дело в том, что есть такие приемщики, которые оставляют даже деньги на приемке. И часто были такие случаи, когда даже охранник, допустим, обычно приемка это что? Это в каком-то цеху либо в каком-то заводе снимается помещение и там как бы никто его не покупает. И там, допустим, охранник всей территории. И были такие случаи, когда даже сам охранник чистил полностью приемщика. Объясню, что у приемщика как минимум с собой должно быть 2-3 тысячи долларов, это минимум. У тех, которые уже раскручены, там и под десятку может быть. Что касается металла, ну, я думаю, что килограмм 300 меди стабильно там есть. То есть, в течение недели там 300 килограмм меди это в маленькой приемке. То есть, ну, той, которая, допустим, ну, для, грубо говоря, людей, которым там нечего поесть, да, залезть и взять там 50 килограмм меди мешок, да, и, грубо говоря, почти месяц жить, да, вот, это как бы, ну, довольно актуально. Поэтому, что касается металла, на маленькой приемке, ну, до 8-10 тонн, в зависимости от того, опять же, как несут. Охотятся все за цветным металлом, то есть, черный металл никто не ворует, черный металл только приносят, а именно охотятся, если ограбят именно приемки, хотя это редко сейчас стало, ну, ограбление приемок, в основном охотятся за самими приемщиками. У меня был приемщик такой, где-то лет 5 назад, он с собой возил в машине где-то порядка 20 тысяч долларов. Пошел гулять в парк с любовницей и, получается, оставил деньги в машине. Приходит, и, как бы, багажник открыт, ему оставили записку спасибо. То есть, человек за, грубо говоря, два часа полинял, ну, там порядка 20 тысяч было долларов. Как бы, ну, так вот полинял. Ну, как бы, он нормально, в принципе, он где-то за полгода отбил свой день. А что скажешь, такая есть электронная система, там онлайн-контракт, по-моему, она называется, онлайн-аукцион, где реальная рыночная цена, нереальная? Там нереальная рыночная цена. Это сделано, в принципе, для заводов, в основном, для того, чтобы они как-то показывали, где они берут металл. Ну, то есть, какие-то выставляли для себя, для клиентов, элементарные рыночные цены. Как правило, это либо очень крупные объемы, очень крупные объемы, но я таких, допустим, не знаю. Понял. Все в основном, допустим, даже те же баржи, все в зонал, все в зонал, все в пакетах, все наликом, то есть, никакого безнала, никто не хочет светить, за что кто платит. Понял, есть какие-то значимые фигуры в этом бизнесе, какие-то легендарные там, или это просто вы все наравне? Были, были, допустим, когда еще до 14-го года, я не знаю, сейчас жив он или нет, был Юра Юнакевский, такой человек, можно посмотреть в интернете, он с Донецка, с Донецкой области, это такой, в криминальных кругах, из Донецких, скажем так, довольно серьезный человек, он контролировал практически на юге весь металл, то есть, в основном, все старались как бы продавать ему, он давал самую высокую цену, он гарантировал безопасность того, что с твоим металлом ничего не будет, то есть, никто как бы по дороге на него не нападет, полиция машины не трогала, как бы, это ж, ну, как бы, я объясню, потому что я все-таки живу ближе к югу Украины, поэтому, как бы, я общался, когда начинал с этими людьми, но, вместе с тем, с ним достаточно было пожать руки, то есть, договор заключался пожатием рук, то есть, никто не говорил там, я тебе отдам, не отдам, такого не было, то есть, отправил ему, допустим, металла на, там, 30-40 тысяч долларов, завтра, там, послезавтра человек проезжает мимо твоего города, открыл дверь, тебе отдали пакет с деньгами, и все, то есть, договора заключались так, сейчас, естественно, никто такого делать не будет, по факту поставки, там еще 10 раз посмотрят, как говорится, никто никого не натянул, точно ли этот металл, сколько там натрусили, допустим, какого-то, если чермет, там могут и песочка притрусить сверху, и все остальное, бочки наполняют водой, поэтому, допустим, кто не знает, возможно, то, допустим, если везется на порт, металл, то все баки, бочки, канистры, все должно быть скрыто, то есть, целое, никто ничего не берет, если приезжает, допустим, на завод, на тот же, целые канистры, бочки, они говорят о том, что это взрывоопасно, на самом деле, раньше был такой прикол, наполняли песком, наполняли водой, на фуре, можно выиграть до тонны таким способом. Просто мошенническим, по сути. А кто сейчас там в ДНР, ЛНР вот контролирует какие-то группировки, да, все это? Ну, во-первых, если говорить, допустим, в Украине, то это избушная тема, вообще, то есть, допустим, если эта сторона, та сторона работает абсолютно с Россией, то есть, им интереснее именно работать с Россией, там, именно российские хозяева здесь, много, допустим, в 2014-2015 году врезалось всего в Донецке, вот именно в Донецкой области, именно избушниками, именно вот этими людьми всеми, которые военные, да, и привозилось тупо на металл. То есть, доходило до того, что идет линия электропередач, там, 50-60 километров, она тупо режется и привозится на металл. То есть, вот такие случаи были, как бы никто ничему не удивлялся, как бы люди зарабатывали. Ну, знаешь, тут зарабатывать можно, мы сейчас осветили нелегальную сторону этого вопроса, а я знаю там с детства, знаю людей, они в Беларуси, они просто научились извлекать дополнительный алюминий из шлака, вот допустим, заводы, вот эти, Красноярский алюминиевый завод и прочее, там, те, что входят в группу Дерипаски, ну, сейчас, и те прочие, да, они при выплавке металла, у них шашлак идет, вот эта вот, ну, по сути фигня, как при сварке образуется, там что-то, отходы какие-то по сути, и они выбрасываются, эти отходы куда-то, утилизируются, закапываются, я не знаю куда, а они научились из этого еще шлака, как-то, вытягивать дополнительный алюминий, и просто вагонами с северов туда, с Урала, с ЕКБ, Челябинска и прочего, просто все это гнали, вот, в Беларусь, и уже на своем небольшом микро каком-то предприятии, кооператив, это еще тогда был, в 90-е, вот, они все это выплавляли и стали миллионерами, в принципе, просто использовав технологию, подключив, разработав, ну, подключив каких-то ученых и разработав технологию, стали давно легальными, впрочем, миллионерами. Ну, здесь, здесь это тоже пытаются сделать, но мы просто, как говорится, в каменном веке остались в плане своего бизнеса, то есть, выполняется одна и та же функция, каждый день, все очень хорошо настроено, все понимают, кто за кем стоит, кто, сколько кому платит, и все остальное, здесь, это уже, мне кажется, более молодая тема, ну, то есть, для нынешнего поколения это более молодая тема, то есть, здесь, ну, именно, что касается приемок, лома и все остальное, это именно, ну, не знаю, я не думаю, что в ближайшие 10 лет что-то изменится именно кардинально. Металла в Украине, в России, хватит еще врезать, я думаю, лет на 15, то есть, это реально, то есть, в этом бизнесе еще лет 10-15 можно зарабатывать деньги. Соответственно, никаких предпосылок к легализации нет и не будет, да, в ближайшее время? Не будет, не будет, для чего? Ну, нету, пытались, допустим, и легализовать, ну, что толку, что в России получается лицензия? А что толку, что в России, допустим, надо паспорт? Все, как бы, 10 паспортов лежит, приноси, что хочешь. Допустим, в Украине тоже можно получить лицензию, ни у кого лицензии нет. Вообще ни у кого. То есть, и никто даже не знает, как она выглядит. Поэтому, ну, он всегда будет оставаться нелегальным. Понял. Хорошо. Огромное спасибо. Вот. Тема такая редкая, да, нечасто на просторах Ютуба встретишь. Вот. Так что, спасибо за рассказ и желаем, чтобы у тебя поменьше проблем было и поскорее ты оказался в каком-то легальном бизнесе, который тебе по душе. Спасибо. Да, давай, свяжемся. Свяжемся. Да, спасибо, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok